Хей, ребят, всем привет! Меня зовут Лена Крупина, и недавно под моим видео «Вопрос-ответ» вы оставляли просьбы о том, чтобы я сняла видео о весе гимнасток, о их параметрах, ну, о таких небольших секретах, тайнах и диетах, которыми пользуются гимнастки. И я, собственно говоря, решила с этим не затягивать, особенно на то, что скоро Новый год. Все хотят быть в хорошей форме, и я думаю, это видео будет максимально актуально для всех. Ну и начну я, наверное, с самого такого цифрового, я не знаю, как это сказать, в общем, с параметров гимнастки. Вообще есть определенная формула, по которой гимнастка должна вычесть свой рост, вычесть 120, и получится цифра. И по идее эта цифра должна быть как раз цифра вашего веса. Но чаще всего у каждой гимнастки все максимально индивидуальное, и вес, в котором ей комфортно тренироваться, в котором она выглядит хорошо. Вот так вот сказать, что у тебя рост 170, и ты должна весить 45, такого нет. Для каждого это все индивидуально, и каждый должен смотреть, насколько ему комфортно в своем весе, и в каком весе он смотрится на площадке стройно. Но, несмотря на то, что они должны быть стройными, у них должны быть силы на тренировки, потому что тренировки в гимнастике, я надеюсь, что вы знаете, максимально изнуряющие, и на них нужно очень много сил. Морить себя голодом и заболеть анарексией или что-то типа того, это точно не для гимнасток. Относительно моего веса, когда я была совсем маленькой, у меня были проблемы с весом, но для меня это было не так важно, потому что я не думала о каких-то высоких результатах, и по факту, ну, всем, наверное, было без разницы, что я жирная. Но я была не совсем жирная, ладно. Когда я выступала по кандидатам в юниорской сборной, то в юниорской сборной области, если что, то там я была худой, потому что тогда у меня выпал такой период моей жизни, что я как раз вытягивалась вверх, и весь мой жир уходил в рост. Поэтому у меня в тот момент времени особо проблем с весом тоже не было. Но самые проблемы начинаются, наверное, когда ты становишься более взрослой, и твой организм начинает меняться, взрослеть. Каждый лишний сахар, лишняя булочка, печенька может отложиться у тебя где-нибудь на животике, еще где-то. То есть, если раньше ты это все выгонял где-то на улице, на тренировках, у тебя был более быстрый обмен веществ, то с возрастом это все замедляется, и весь сахар, все булочки, соки, в общем, вся вот эта чипсы, все это начинает откладываться, и тебе становится тяжелее держать себя в форме. У меня как раз такое было, я очень любила соки, потому что я не люблю пить кофе и чай, то есть я пью либо воду, либо соки. И вот как раз, когда я выступала по мастерам, у меня от сока, потому что там очень много сахара, и у меня начал появляться лишний вес, который стал виден даже на тренировках, а это уже вообще жесть. Теперь, собственно говоря, как я с этим боролась. Я никогда не сидела очень долго на диетах, максимум, сколько ты тратишь времени на сгонку веса, это может быть неделя, две, не больше, иначе ты начинаешь истощать свой организм, и у тебя могут быть, не могут быть, а могут начаться проблемы со здоровьем, даже если ты думаешь, что у тебя все хорошо. Поэтому ни в коем случае нельзя злоупотреблять диетами, и вообще все вот эти диеты, которые прописаны во всяких ВКонтакте и пишут на сайтах, лично я всегда против них, потому что мне кажется, что каждый человек должен понимать, насколько ему комфортно и как ему комфортно худеть. То есть если ты ешь каждый день сладкое, то, допустим, на неделю отказавшись от сладкого, ты спокойно сбросишь какой-то определенный вес. Когда я тренировалась, я просто переставала есть все сладкое, все печенье, то есть утром, ну, встаешь, пьешь стакан воды, либо чай, либо какао. Есть вообще фишка, что типа утром есть сладкое можно, но когда ты, естественно, гимнасткой худеешь, то сладкое лучше вообще не есть, потому что, ну, максимум, я не знаю, дольки три шоколада в день, я не знаю, это и то, наверное, много, в месяц может быть. То есть вообще сладкое печенье это прям зло для гимнастки и сок, это вообще прям, от этого прям нужно отказываться, если вы хотите быть в хорошей форме. Даже если вы, в принципе, не гимнастка, то тоже это все максимально откладывается очень быстро и очень некрасиво, и потом еще прыщами пойдете все. Так что сладкое это плохо, несмотря на то, что все мы это любим, я в том числе. И продолжая мой день питательный, днем я чаще всего ничего не ела, потому что после обеда я иду на тренировку, перед тренировкой наедаться нельзя, и чаще всего у меня было маленькое расстояние по времени, то есть я по факту ничего не ела в обед. Обычно я приходила домой и нажиралась вечером, и от этого пошел мой вес, ну, грубо говоря, туда, куда не стоило бы ему идти. Я не знаю, мне кажется, это очень вредно, но я просто съедала на ужин один грейпфрут, максимально большой, и все. Естественно, ты весь день пьешь воду, утром, днем, вечером, до тренировки, после тренировки, максимально много воды, чтобы утолять свой голод, потому что если ты перестанешь есть, ты просто будешь хотеть есть, и ты будешь только и думать о том, что я хочу есть, я хочу есть. То есть это нужно как-то утолять, и вот у меня был способ вода, мне это помогало, и у меня так уходил вес максимально быстро, и, как сказать, то, что не нужно, в общем, уходило. И то, что касается воды, я вообще очень много пью воды и очень люблю воду, потому что я, как уже говорила, не люблю ни чай, ни кофе, и соки стараюсь не пить, потому что в моем возрасте это все еще намного сильнее откладывается, поэтому соки я стараюсь максимально редко пить. А с брекетами это еще наложилось, то, что, ну, нежелательно это все пить, только через трубочку, и вообще лучше не пить, иначе сахар, короче, все это, это все так дорого, и, в общем, лучше вообще не есть, и ходить я так это, чтобы ничего туда не попадало. Раньше я покупала воду в магазине бутылированную, но на это уходило очень много денег, потому что пить нужно каждый день, даже когда ты не худеешь, а просто, чтобы весь организм у тебя хорошо работал, ему нужна жидкость, иначе у тебя начинает сохнуть лицо, губы. Я постоянно носила, и сейчас продолжаю носить с собой каждый день воду. Мы воду почему-то не кипятим, то есть у нас вода только горячая, и у нас сразу стал вопрос, где брать воду холодную. Кипяченая вода вообще по вкусу не очень вкусная, она немного жестковатая, по крайней мере для меня, не знаю, как для вас, и мы стали ходить в ларечки с водой, где продают эту воду в бутылочках, в таких пятилитровых. Я живу в новостройке, и этот ларечек с водой от нас очень далеко, и если вы смотрели наши влоги, то вы знаете, что мы постоянно ходили туда-сюда, но, в общем, это утомляет, и вообще-то, ну, не так удобно, как хотелось. И я сама давно задумывалась о том, чтобы приобрести домой фильтр для воды, без которой сейчас я просто не представляю, как я до этого жила. Я очень странно сказала, но вы поняли, что самое, наверное, главное для людей, которые живут в небольших квартирах, это то, что он занимает очень мало места. Он стоит под раковиной, его приходит, устанавливает специальный человек. К нам, кстати, приходил очень милый мужчина, который ответил на все мои вопросы, которых было очень много. Я переживала, что он подумает, господи, она либо тупая, что задает столько вопросов, либо просто очень любопытная. Он говорил, что в нашем доме тоже такие же фильтры заказывают, причем именно этой марки. Но у меня конкретно фильтр обратного осмоса Акваформа Рион ДВМ-101С. Ну и, конечно же, ссылочка на модель, как у меня, есть в описании к ролику. Он удаляет вредные примеси, задерживает бактерии и даже вирусы и смягчает воду. Но для меня главный аргумент был то, что вода сама по себе вкусная. Еще он очень красиво выглядит, не как какая-нибудь абандура с вот таким 50-литровым чаном, из которой капает водичка тебе. Вот, кстати, тоже написано, что постоянно большой запас воды. Там есть такая емкость, и там набирается вода очищенная. Из этой очищенной воды ты вот открываешь крантик, и тебе льется вот эта чистая вода. Перед тем, как она наполнится вот в эту емкость небольшую, ну, относительно небольшую, у нас еще не было такого, что у нас закончилась вода. То есть нет такого, что вот у нас нет воды, что нам делать? Плюс как раз того, что там есть емкость для набора воды, где хранится эта чистая вода. И эта вода проходит через эти 4 баллончика. Все вот эти вот 4 баллончика, они все очищают воду и делают ее как раз вот такой, как здесь написано. Мне, естественно, было интересно, насколько дорогое обслуживание такой роскоши, как фильтр для воды. Ну, мне кажется, это раньше была роскошь, а сейчас, мне кажется, уже у всех почти на кухнях стоят фильтры. Я была очень удивлена, что на самом деле эти вот фильтры, которые очищают воду, их нужно менять не так часто. То есть нет такого, что их нужно менять раз в месяц. То есть это, опять же, очень удобно. Сами эти фильтры стоят недорого и, ну, по факту менять их нужно не так часто. У меня вот комплект был с краном сразу, и это очень классно, потому что это вообще так классно, ведь два крана. Это как будто у тебя, ну, типа два телефона или там, не знаю, два компьютера. Ну, это такое типа. А у меня теперь два крана. Вот из одного идет вода, чтобы ручки мыть, а из другого, чтобы желудочек мыть. Для меня вот этот фильтр для воды стал точно лучшим решением того, что постоянно у нас нет воды, что ее нужно постоянно носить, и то, что вода невкусная. И как я спрашивала мужчину, который устанавливал нам фильтр, он сказал, что вот именно этот фильтр самый сейчас лучший в плане цена-качество. То есть он не такой дорогой, как какие-нибудь мега пафосные и максимально хорошо очищает, что мне очень понравилось. Но это я не знаю даже, насколько это прикольно вам или кому-то еще. Но то, что на фильтр наклеили вот такую наклеечку, и где есть телефон мастера, который это устанавливал. И то есть если у тебя возникнут какие-то вопросы или что-то еще, то ты можешь ему позвонить, и он тебе поможет, приедет, что-то поменяет. Эти же фильтры, которые чистят воду, то есть это все вообще, мне кажется, максимально удобно. Я нашла для себя идеальный выход. Надеюсь, что и вы найдете его. Возможно, что это будет не фильтр для воды, а... Кстати, нет, это будет, конечно же, фильтр для воды, кого я обманываю. Что может быть удобнее? Я даже не знаю. Что может... Мне кажется, ничего не может быть удобнее. Рабы. Да, рабы могут быть удобнее, но у рабов тоже есть минус, что они могут... Замутываться. Да, и подлить тебе в воду какой-нибудь яд, да. А с фильтром вы подлили? А с фильтром? Рабы тебя вот яд подсыпать не смогут. Вот, в общем, про питание я вам все рассказала, про параметры гимнасток я вам рассказала, про то, что нужно делать, чтобы худеть. Ну, такой, как итог, это главное пить воду постоянно, носите воду с собой. Не бойтесь, что это тяжело, у меня такое было, нормально, подкачайтесь. Пейте воду, следите за своим здоровьем, кушайте фрукты. И если у вас еще остались какие-то вопросы по поводу веса или чего-то еще, то вы можете спокойно оставлять внизу комментарии. Я буду отвечать на все комментарии. Если вопросов наберется очень много, то, возможно, сниму еще вторую часть, если у вас остались какие-то вопросы по поводу питания и веса гимнасток. И на этом у меня все. Помните, что я вас всех очень сильно люблю. Мы увидимся в следующем видео и пейте вкусную воду. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok